Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. От первой покрышки до мировой известности Белшин отмечает 50-летний юбилей. Крепкого им здоровья, благополучия и, самое главное, хорошего всегда настроения. Чего достигло предприятие за полувековую историю? Экстренная парковка. Науридского водителя «Опеля» наехал прямо на бордюр. Что стало причиной аварии? В ритме Васильков образцовый хореографический ансамбль «Бобруйска» взял гран-при международного конкурса. Самое-самое главное – видеть глазки детей и видеть то, что они не зря все-таки работают, занимаются, что их труд ценится. К чему сейчас готовятся танцоры? А также семейный капитал, дорожный патруль и штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильный ветер и выходные, о чем напоминает МЧС. Полвека, как одно мгновение. «Белшина» отмечает 50-летний юбилей. За это время предприятие стало одним из крупнейших производителей шин. Промгигант повлиял не только на развитие города, но и всей страны. Сейчас здесь трудится 7,5 тысяч человек. О жизни на заводе Карина Гуревич. Александр Гайшун трудится в подготовительном цеху, где рождаются шины. На промгиганте он уже 27 лет. Предприятие называет вторым домом. Начинал еще совсем юным парнем после колледжа. Получил работу холодильщика. С тех пор, признается мужчина, многое изменилось к лучшему. Появились новые оборудования, компьютер. То есть какой-то интерес появился. Приятно работать. На новом оборудовании совсем по-другому. Наш герой вместе с коллегами празднует 50-летие Белшины. В зале также руководство и ветераны. Все люди, в чьей жизни комбинат сыграл немалую роль. Администрация города во главе с Александром Студневым поздравляет юбиляра. Награждают больше полусотни сотрудников. Тех, кто добросовестно трудится на благо предприятия. Для них грамоты, цветы и, конечно, подарки. В том числе музыкальные. Праздничное настроение создают звездные ведущие, именитые коллективы. 50 лет – это дата, которая вписана в историю города. Огромные слабо благодарности за их труд, крепкого им здоровья, благополучия. И самое главное – хорошего всегда настроения. Решение о строительстве комбината в Бобруйске принимают еще в 1965-м. Спустя шесть лет появляется белорусская шина. 75-й ознаменовывается выпуском юбилейной миллионной покрышки. Здесь же приступают к серийному производству тракторных шин. В 2002-м предприятие получает свое современное название. В 2007-м открывается собственная сеть в России. А в следующем году – торговый дом в Сингапуре. Дай бог, чтобы у предприятия и впредь не терялся темп развития, не терялся темп инвестиций, создания новых производств. Дай бог вам безаварийной работы и высоких показателей во всех сферах деятельности предприятия. Сегодня предприятие – одно из крупнейших производителей в мире, которое выпускает более 350 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электрокаров, автобусов, тракторов и сельхозтехники. Промгигант поддерживает экспортные отношения более чем с 40 странами. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Выполнили свой долг. В Бобруйске сотрудники департамента охраны задержали мужчину, который напал на бывшую жену. Конфликт произошел в канун Нового года. Экс-супруг вместе с сожительницей начали оскорблять потерпевшую прямо в ее квартире. Затем мужчина стал угрожать расправой и применил физическую силу. Бобруйчанке чудом удалось позвонить в милицию. Если бы не департамент охраны и не работники ребята, которые просто ворвались в квартиру в нужную минуту, значит я не знаю, что вообще произошло бы со мной. Убедилась на себе лично, что в наших правоохранительных органах работают настоящие достойные люди. Получили сообщение, что на Островского в квартиру проник неизвестный человек. Выбыли. В течение минуты прибыли на данный адрес. Зашли в квартиру. Там оказалась заявительница, которая заявила, что неизвестная в квартире. Нападавших задержали и доставили в милицию для дальнейшего разбирательства. Отвлекся или задумался. Науридского «Опель» вписался прямо в бордюр. Инцидент произошел ориентировочно в 11.20. Водитель проявил невнимательность и снес забор. В результате удара авто опрокинулось. У немца разбито левое стекло, сломано зеркало, отлетел бампер. Повреждено также само ограждение. Никто не пострадавал, госавтоинспекция проводит проверку. Материальная поддержка, сильный ветер и французский сыр. В Беларуси запустят уникальное производство. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси изменился размер семейного капитала. Теперь сумма составляет 25 995 рублей. Эти деньги начисляются на депозит при рождении либо усыновлении третьего или последующих детей. На начало года было открыто свыше 108 тысяч таких счетов. Средства целевые. Их можно тратить на улучшение жилищных условий, получение образования и лечения. ГАИ выходные усилит контроль. Наряды ДПС будут дежурить вблизи увеселительных заведений, объектов торговли и в местах массового отдыха. С начала года задержано свыше двух тысяч водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы призывают автомобилистов при обнаружении на дороге нетрезвых сообщать об этом на номер 102. В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений. Предусмотрены также дополнительные меры материальной поддержки сотрудников домов-интернатов и отделений круглосуточного пребывания территориальных центров соцобслуживания населения за работу в условиях инфекции COVID-19. На выплату надбавок планируется выделить около 66 миллионов рублей. В стране начнут производить сыр «Камамбер». Изготовлением займутся на Молодещинском молочном заводе. Первую партию планируют выпустить в начале 2023-го. Общее финансирование по проекту составит более 12 миллионов рублей. Ожидается, что в сутки будут делать до трех тонн продукта. Сыр станет востребованным как в Беларуси, так и в России. В республике объявлено штормовое предупреждение. Красный уровень опасности введен из-за ветра. Во многих районах порывы достигают 27 метров в секунду. МЧС рекомендует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать сооружения повышенного риска. Ветренная погода сохранится и на следующей неделе. С прицелом на будущее на Фондоке обсудили изменения и дополнения в Конституцию. Среди спикеров глава администрации Ленинского района и депутат Палаты представителей. В зале 60 сотрудников предприятия. От руководителей до простых рабочих. Здесь подробно остановились на том, что предлагается нового в проекте основного закона страны. Для меня лично обсуждение Конституции – это моя сегодня и должностная обязанность, и моральная обязанность донести людям, чтобы каждый человек мог найти время, перепустить через себя, еще раз осмыслить, прийти и сделать свой выбор. К слову, обсуждение изменений и дополнения нового проекта Конституции продолжится до середины января. Референдум запланирован на февраль. В ритме 360. Именно такой градус оборота уже 15 лет не сбавляет образцовый хореографический ансамбль «Бавруйска». На днях юные дарования вернулись с победы с международного фестиваля. А уже в марте отправятся на отборочный тур славянского базара «Витебске». В чем кроется успех Василька, знает Татьяна Горбач. Вращение, присядка, разножка и дроби. Каждое движение ребята из ансамбля «Василек» исполняют с большим азартом и блеском в глазах. Выкладываются по полной, даже на репетиции. Владислав Фролов в составе коллектива уже 6 лет. Не жалеет ни сил, ни времени. Народные танцы, признается юноша, ему по душе. Не только к белорусской культуре приобщают, но и физическую форму развивают не хуже, чем футбол. Хореография дает мальчикам хорошую растяжку и, конечно, приобретает силы. Очень интересно наблюдать, когда идет награждение, и ты сидишь очень волнуешься, ждешь награждения своего номера. И вот очень хочешь, чтобы твой номер занял, конечно же, первое место. Юные таланты – неоднократные победители самых престижных танцевальных состязаний. Недавно коллектив вернулся в международного фестиваля «Рождественская волна», который прошел в Бресте. Варенька, Послушки и Левони Ханью. С первых движений бобручане заставили строгое жюри буквально влюбиться в свое творчество. В награду – три диплома лауреата первой степени, один второй и главный приз – Гран-при. Плюс сертификат на 150 евро для участия в конкурсе в Грузии. У меня осталось много незабываемых впечатлений. Было очень волнительно выходить на сцену, особенно с номером Послушки. Было интересно ехать в автобусе, интересно гулять по Брестской крепости. Мы пошли в Беловерскую пущу, чтобы написать желание в книжке. И почти все Васильки написали, чтобы мы получили Гран-при. Мне очень все понравилось. Я была очень рада нашему Гран-при. Было очень все волнительно. Страшно было выступать. Сцена была большая очень. Хореографию в Васильке изучают более 200 ребят – от 3 до 16. Коллектив – своеобразная визитка Бобруйска. Секрет успеха в многочасовых тренировках, полных самоотдачи и бесспорно талантливом руководителе – Наталья Язиновенко. Железная леди с мягким сердцем оттачивает технику и пластику до совершенства. Она – постановщик танцев, создатель репертуара и дизайнер костюмов. В работу с детьми вкладывает всю душу. Когда объявляют наш коллектив, когда не просто говорят, что вы лауреаты Гран-при, а даже вы лауреаты первой степени или вы лауреаты второй степени. Это самое важное. Я всегда стараюсь снимать такие моменты, потому что это самое-самое главное – видеть глазки детей и видеть то, что они не зря все-таки работают, занимаются, что их труд ценится и вознаграждается. Уже в марте коллектив отправится на отборочный тур «Славянского базара», а в мае примет участие в конкурсе «Золотая пчелка». В планах ансамбля – пошив новых костюмов и очередной набор в состав. Очень ждут тут ярких и талантливых, особенно мальчиков. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Чудеса продолжаются. Детскому социальному приюту подарили бытовую технику. В рамках благотворительной акции «Наши дети» директор одной из компаний передал учреждению стиральную машину, пылесос, увлажнители воздуха и сладкие подарки для воспитанников. Все дети хотят подарков каких-то на рождественские праздники, на Новый год. Не исключение. Эти дети особенно хотят таких моментов, чтобы их уделяли больше внимания. Поэтому это достаточно важный момент, и мы с радостью поучаствовали в этой акции. В знак благодарности дети подарили меценату картину на память. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! 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 Счастливо!